Всем привет. Не забудь подписаться на канал. В описании к видео, ты найдешь полезные товары для рыбака с Алиэкспресс. А теперь поехали. Вес этой рыбы может достигать, более 20 килограмм, при длине более 1 метра. Относится сазан к семейству карповых. Продолжительность его жизни более 30 лет. Активный образ жизни сазан проводит, в первые 8 лет, после чего сазан становится менее подвижным. Это мощная рыба, которая стала объектом для фантастических повестей, кроме того сазан непременно порвет любую сеть. Способы ловли сазана, схожи со способом ловли карпа, так как он является его диким родичем. Сразу же, как только весна на порог и рыба начинает пробуждаться, сазан начинает клевать. Клев увеличивается по мере прогрева воды, и превращаться в преднерестовый жор. Скапливая возле мест постоянного нереста, он питается как животной, так и растительной пищей. В этот период рыбалка всегда бывает результативной, а поймать можно довольно крупного экземпляра. В посленерестовый период клев сазана существенно снижается, и поймать его можно только после длительного прикармливания. По мере приближения зимы, когда температура воды начинает падать, сазан снова начинает клевать, чтобы запастись питательными веществами. Его любимые места, это крупные реки и водоемы со слабым течением или места, где течения отсутствует. Обычно, он держится в заливах, где есть чем поживиться, а также обживает озера и пруды. Перед появлением первого льда, он забирается в глубокие ямы, где и находится до самой весны. Это придонная рыба и питается она у дна, но его можно увидеть, как он здорово выпрыгивает из воды. При достижении пяти лет жизни сазан, готов к размножению. Как только вода прогреется до 18 градусов, самки начинают метать икру, при этом их сопровождают самцы, которые с шумом выпрыгивают из воды. Для нереста они выбирают неглубокие места, от 0,5 до первым, заросшие мягкой водной растительностью. Крупные особи откладывают икру в три приема, на протяжении 15 дней. Молодые сазаны откладывают икру гораздо быстрее. В весенний период, а также в начале лета в рацион сазана, входят молодые побеги таких растений, как осока, камыш, кувшинки. При этом, он не отказывается от икры других видов рыб и лягушек. В разгар лета, к предыдущему рациону добавляются элементы животной пищи, такие как насекомые, черви, пиявки, перловицы, линяющие раки, улитки и так далее. Ближе к осени эта рыба, переходит на животный корм, поедая различных представителей беспозвоночных и насекомых. Сазан может находиться недалеко от глубоких ям, а также в местах, где имеются существенные периоды глубин, а поблизости 0,04 заросшие водорослями участки, где рыба кормится. Прячется он в коряжниках или лесозавалах, при этом глубины в этих местах, должны находиться на уровне 3 метров. На течении сазан предпочитает места, где имеются обратные течения или течения, но достаточно слабые, но рядом должны быть участки, с зарослями водной растительности. В начале весны, когда сазан выходит из зимнего состояния, ему можно предложить наживки из червей, выполска, пиявок или бойлы с запахом, различных представителей подводного мира. В летний период он предпочитает насадки из пшеницы и кукурузы, теста, пареного гороха, перловки или опарыша. В осенний период лучше насаживать на крючок червя, мясо рака, опарыша, ракушку. Чтобы поймать сазана, необходимо приучить его кормиться в определенном месте. Для этого нужно на протяжении трех дней, после захода солнца прикармливать сазана. Это необходимо делать и во время ловли, постоянно подбрасывая корм. В качестве прикормок можно применять пареные зерна, различные каши, вареный картофель, жмых, червя и ракушки в рубленном виде. Фидерная снасть применения такой снасти позволяет, достаточно точно производить прикормку точки лова, находящиеся на определенном удалении от берега. Карпфишинговые методы позволяют ловить, достаточно крупные экземпляры рыбы, в том числе и сазана. Неспортивные рыболовные снасти. Они не позволяют чутко реагировать на поклевку, а технология рассчитана на самозасекаемость рыбы. При таком способе лова, рыба сама, абсолютно случайно попадает на крючок. К таким снастям можно отнести, соску, пружину, макушатник, донная удочка со спиннинговым удилищем. Джиговая ловля на силикон следует сразу отметить, что приманки могут быть из обычного силикона или из съедобного. Если применять съедобный силикон, то результативность рыбалки существенно увеличивается. На силиконовые приманки можно ловить не только хищную, но и мирную рыбу, в том числе и сазана, главное, правильно подобрать приманку. В заключение хочется сказать, что сазан очень сильная рыба, и к выбору снастей следует подходить очень расчетливо. Если в водоеме водится сазан, то снасть следует заведомо подбирать достаточно мощную, иначе при поклевке крупного экземпляра с удилищем и всем, что было привязано, придется распрощаться. Не зря об этой рыбе ходят такие легенды. Охотясь на сазана следует выбирать, мощные фидерные удилища, способные забрасывать приманку на дальнее расстояние. Такими же мощными, должны быть и остальные элементы снасти, такие как леска и катушка. Леску лучше выбирать плетеную, так как она имеет большие усилия на разрыв, при той же толщине. Это очень важный показатель, поскольку тонкую леску, легче забросить на большие расстояния. Останавливаясь на выборе катушки, лучше брать катушку, сделанную из металла, а еще лучше остановить свой выбор на мультипликаторной катушке, которая смонтирована специально, для вываживания крупных экземпляров рыбы. Рыбалка это один из самых интересных видов отдыха, особенно, если эта рыбалка динамичная. Такой вид рыбалки, всегда является спортивным видом. Это прежде всего здоровье и масса положительных эмоций. Она дает возможность отключиться от каждодневных проблем, которые тяжелым психологическим грузом наваливаются на человека. Если видео было полезным ставь лайк, и делись с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok